всем привет добро пожаловать в новое видео за окном темень беспросветная я надеюсь что это не повлияет на качество картинки в этом видео я пораньше управилась с работы у меня есть час свободного времени я решила не терять его зря расхламиться поболтать с вами поделиться полезной информацией рассмотрим мои пустые баночки не затягиваю постараюсь коротко обо всем что понравилось что нет поехали очень много средств для губ такое впечатление что я то и дело что красила их такой сезон и вообще на каждый день я люблю именно блески даже если я совсем не накрашена но для увлажнения и для легкого оттенка вот эти блески от fenty beauty они потрясающие есть темные светлые оттенки мой самый часто покупаемый это оттенок фаси слегка розоватый он придает губам сияние делает их мягкими ухоженными даже если они обветренные или суховатые после матовой помады наносишь сразу персик очень приятно классно пахнут и плюс еще и долго держатся это не водянистые блески они такие слегка густоватые также у меня был лимитированный рождественский набор из четырех штучек и очередные два подошли к концу кажется что внутри что-то есть но к сожалению уже не достать ничего я пыталась вынять вот этот ограничитель у меня ничего не получилось и вот этот розоватый оттенок мне хотелось бы видеть в постоянной коллекции вообще все они очень хорошие когда-то обязательно повторю миниатюра пионового лип максимайзера от pixie beauty невероятно красивый оттенок освежающий розоватый нежный и вот этот холодящий эффект мне также нравится нужно будет поискать полноразмерную версию если вам всегда было интересно попробовать жидкие матовые помады от jeffree star то от меня да 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 мой любимый красивейший оттенок christmas cookie это миниатюра я два раза покупала себе полноразмерную и я два раза умудрилась ее где-то потерять у нас этот бренд представлен в дугласе но я думаю что без проблем можно найти практически в любой стране и это такой нюдовый не слишком холодный оттенок и не чрезмерно светлый у них хорошая пигментация можно тонко нанести на губы и наверное даже цвет чем-то похож на тот который сейчас у меня на губах я всегда использовала его с карандашом бренда pupa 4 и получалось супер стильно они долго держатся даже если съедаются то не отваливаются комочками так постепенно сходят можно вообще два раза в день накрасить или если вы немного жирного едите то и одного раза хватит нужно купить и третий раз настолько сильно мне она подошла девочки а вот это можно даже сказать близкий аналог блеском фэнти бьюти только стоит раз в пять наверное дешевле если не больше бренд лавли это польская косметика это тот же производитель что и вибо но прям супер бюджетный бренд поеду в ростман куплю себе точно такой же он собирает огромное количество комплиментов пользовалась им вот когда надо и не надо поверх любой матовая помада без ничего очень красивый нюдовый он сияющий номер три хотя у них там есть вообще красивые оттенки страшно его показать вблизи его здесь много здесь большой спонж и пахнет приятно так ванильно конфетная наверное и плюс сияет на губах и так хорошо их увлажняет это бюджетная находка которую я показывала тоже несколько раз и у меня было и два и пойду за третьим эссенция с прополисом от by wish trend и увлажняет и для проблемной кожи супер вещь когда есть какие-то несовершенство она как будто успокаивает кожу подлечивает немножко все и препятствует появлению новых при этом она очень легкая она быстро впитывается в качестве первого этапа после умывания супер вещь еще и стеклянная упаковка а сейчас мне немножко обсыпало и я скучаю нужно будет купить новую я приобретала на и херп один из лучших консилера корректоров в люксовой категории это dior линейка forever skin correct у меня оттенок 1w был мне нравятся такие слегка желтовато персиковые оттенки этот хорошо и маскировал и еще за счет своего правильно подобранного оттенка корректировал цвета то есть если у меня были синяки то он хорошо это скрывал но при этом не было эффекта маски под глазами и даже если были какие-то пост акне наносишь немножко растушевываешь его буквально незаметно он кремовый по текстуре он увлажняет он не пересушивает если сравнивать старт то это совершенно другая категория он чуть менее перекрывающий но увлажняет то есть кожа комфортно и на мне он хорошо держался под глаза для фиксации я всегда использую одну из трех пудр это может быть хан может быть wet and wild или же туфейс только стуфейс у меня какие-то непонятки в последнее время потому что она чуть больше сушит чем раньше не знаю это из-за меня или из-за того что они что-то изменили я рассказывала вам ну а корректор консилер и также иногда если там у нас ограниченная косметичка можно наносить прямо на все лицо в качестве тона большой объем и надолго хватало это средство видели у меня сто пятьсот тысяч раз бюджетный классный крем этюд house линейка sun yung это восстанавливающий защитный барьер увлажняющий универсальный крем который подойдет многим если жирная кожа то наверное лучше в холодное время использовать если нормальная склонная к сухости то я уверена что даже летом он вам понравится без отдушек хорошо впитывается он не жирный но при этом моментально снимает сухость можно использовать с разными активными сыворотками то есть под него можно наносить что-то с кислотами или с витамином c все по вашему желанию действительно недорогой но рабочий крем 60 миллилитров тоже послужил недолго к сожалению я вынуждена выбросить остатки тонального крема и на фото линейка коллаген 3 в 1 spf 15 отбеливающий антивозрастной и увлажняющий насчет уходовых каких-то свойств помимо увлажнения я не заметила ничего но вот все тональные кремы и нав смотрятся у меня на лице как боженька это действительно увлажнение они так хорошо распределяются можно просто шлепнуться лицом в любой тон от нав и он сам растушуется он сам усядется и особенно в холодное время года если у вас есть сухость то это спасение у меня от них нет высыпаний единственное что оттенок 21 был для меня сероватым не нужно брать 23 и вот он хорошо мне подходит почему выбрасываю потому что он у меня слишком долго я чувствую что я его использовала прям супер много и даже если у меня есть какой-то безнадежно плохой тон я добавляю капельку любого тонального крема и на и все в сто раз лучше вот мне эти тональные подходят на сто процентов фиксирую любой пудрой прозрачной они тоже хорошо держится в течение дня и то как он перекрывал все но за это можно только похвалить и цена смешная а это мой маст хэв даже сегодня воспользовалась новым потому что я его купила в конце прошлого года где-то осенью это именно корректор от бренда пупа линейка wonder cover и они заявляют что это и консилер и корректор если вам прям сильно хочется или сильно надо перекрыть синяки под глазами тогда да вот он кроет точно так же как тарт только он более увлажняющий но мега стойкий как я его использую если есть постакне на любое покраснение если у вас есть сосудистая сеточка если есть какая-то пигментация его нужно капельку девочки растушевываем скроем все следы усталости следы того чтобы ковыряли себе лицо или еще что-то там у нас произошло вот это то что помогает замаскировать и вы можете не переживать в течение всего дня он останется на месте ну вот наверное единственная ситуация в которой он может стереться это вот потереть прям сильно лицо или сильно как-то возить вот эту маску на лице тогда он может чуть-чуть подстереться но нужно еще и постараться это восхитительный консилер консилера корректор я его использую именно как корректор так что он всегда будет моей косметички и оттенок номер два такой универсальный даже если я загорелая я могу им накраситься или когда совсем белая как сейчас купила себя автозагар нужно будет воспользоваться я просто боюсь что я превращусь какого-то леопарда поэтому оттягиваю этот момент но вообще я помню что после лета я пользовалась двойкой тоже все было супер если вам нужен чуть менее персиковый то берите номер один два средства для умывания от цераве оба увлажняющие но они немножечко разные оба покупала у нас польши но они уже должны появиться везде это молочко очень легкая которая превращается в пену мне нравилось использовать его утром хотя оба средства как для демакияжа я очень подробно рассказывала о них в своих фаворитах года и в принципе в каждом видео об уходе есть какое-то изумывание от цераве потому что это та марка которая мне подходит на все сто процентов даже не сто сто десять я не ищу ничего нового это проверенные средства которые не сушат не стягивают для утра для вечера плюс они ничем не пахнут и не стягивают не кожу ну вот чего еще можно хотеть плюс у них небольшой расход наверное чуть быстрее я израсходовала вот это масло но это не гидрофильное масло девочки оно жидкое она не густое не вязкая не тягучая она жиденькая такое более жидкое чем какой-то гель например да и она хорошо смывается с лица не оставляет никакой пленки после себя сейчас у меня точно такой же это я считаю большой показатель ну и плюс конечно же здесь есть три необходимых нашей кожи церамида здесь гиалуроновая кислота а здесь три глицериды и сквалан а это средство я очень любила венгерский бренд амаровица так приятно пахнет здесь есть еще немножко мне на несколько раз для массажа лица пахнет какими-то белыми цветами спа-салоном само по себе масло довольно легкое оно не прям сразу впитывается но для меня это бомба потому что очень часто по утрам вот если я просыпаюсь и вижу что я сильно отекла не знаю чем старше и остановлюсь тем на дольше и чаще задерживается жидкость в организме и утром особенно если я высплюсь вот выспалась все меня не узнать я еще и сама себе делаю массаж руками не только при помощи гуаша не только микротоки а прям ручками за 20 минут можно преобразить лицо как-то расскажу вам потому что это не моя техника я сама ее подсмотрела но эффект вау прям лицо как новое и я наношу обильно вот это масло выполняю весь массаж по шее прям похожу прохожусь по плечам дальше промакиваю остатки и поверх наношу свой уход она очень хорошо напитывает кожу восстанавливает за ночь можно несколько капель добавить ваш любимый крем или в качестве сыворотки наносить если кожа очень сухая например после кислотных пилингов или же если каждый тональный крем слишком сухо выглядит на вашем лице немножко можно добавить даже в стойкий тон типа estee lauder тогда кожа будет более комфортно при этом вы не потеряете стойкость только это не значит что нужно выливать полбанки реально одна на максимум две капельки по моему уже посветлее стало или мне кажется пластыри от прыщей конечно же сомбайми вчера обклеилась как не в себя сначала надавила вот мне нельзя лезть к лицу но я похоже неисправима при том что я послезавтра иду к косметологу вот зачем зачем но я не знаю как с этим бороться честно признаюсь что это все моя вина и зачем я это делаю обычно вот не трогай не трогай не трогай потом зачем ты это сделала это наверно психологический момент но у меня есть патчи и также я умею это все скрыть у меня все бальзам точнее не бальзам а щербе для очищения кожи вотаем from с инжиром отменно справляется со всеми видами макияжа и после него кожа не стянутая и нет никаких воспалений мне нравится что он превращается в эмульсию когда добавляешь воду то есть я развожу это все по лицу прям вот беру из упаковки немножко горошинку растворяю весь макияж на протяжении ну максимум наверное секунд 40 и дальше смываю водой и лицо чистое мягкое действительно один из лучших может чуть чуть подороже чем бани лайнко но она того стоит случайно украла у своей мамы консилер потому что я забыла свой и попросила у нее попользоваться это хелена рубенштайн когда-то и сама его приобретала оттенок номер два какой-то такую универсальную вот как я люблю он увлажняющий если у вас сухая кожа если вы не любите штукатурку если у вас возрастная кожа то да обязательно попробуйте его на очень долго хватает здесь 15 миллилитров но у него хорошая пигментация и опять же говоря о люксовом сегменте вот этот один из моих вечных фаворитов наверно я когда-то и сама его постоянно покупала и маме передавала нужно мамочке докупить а то как-то не честно получилось правда здесь было несколько капель но тем не менее крем который жил в моей дорожной косметичке и наконец-то закончился хотя очень даже жаль бренд benton 30 грамм девочки это вообще не знаю на год наверно он и хорошо увлажняет и мне кажется что он все-таки оказывает антивозрастное действие потому что я не наблюдаю чтобы ситуация под моими глазами ухудшалась иногда я делаю биоревитализацию на все лицо и под глазами тоже но это несколько раз в год а так я пользуюсь тем что я показываю и ничего не предпринимала в этой области крем достойный и он тоже со мной уже столько лет я ничего плохого не могу добавить вот хвалила и продолжаю это делать крем виши линейка лифт актив с spf 30 это именно дневной крем я помню что в прошлом году я говорила и о сыворотке и об этом креме и каюсь фаворита года я забыла показать гиалуроновую сыворотку тоже лифт актив она хорошо увлажняла она без отдушек и я использовала ту сыворотку в дуэте с этим кремом он очень густой его наносим у меня в минимальном количестве я помню что я пользовалась этими средствами когда пыталась восстановить свою кожу когда у меня было 100 миллионов высыпаний на лице из-за стресса и вы знаете крем мне понравился тем что во первых у меня не было ничего нового ну то есть никаких высыпаний плюс он отменно увлажнял особенно вот этот переходной сезон между зимой и весной когда типа уже тепло но типа еще холодно и кожа у меня всегда очень сильно капризничает она пересыхает и даже макияж выглядит не так я сейчас уже перехожу в этом межсезонье и это тот период когда и я себе не нравлюсь и моя кожа мне тоже не нравится и нельзя пускать все на самотек а нужно подбирать какие-то средства которые помогут ее и успокоить и хорошо увлажнят и даже создадут какой-то такой защитный барьер между моим лицом и окружающей средой и это был как раз тот крем который не впитывался вы знаете как в губку то есть он все-таки был ощутим на лице но иногда в межсезонье или в холодное время года мне это жизненно необходимо иначе кожа начинает краснеть трескаться шелушиться но это все неприятно и если с этим не бороться то например на теле вообще у меня знаете кожа отпадает буквально вот такими не пластами но очень сильно шелушиться аж белое все такое летит и если с лицом ничего не делает будет то же самое плюс еще прыщи спасибо не надо я бы с удовольствием ему вернулась особенно сейчас увлажняющий крем цераве по моему это не для рук это было для лица для сухой очень сухой кожи да он у меня был тоже в дорожной косметичке и он хорошо увлажняет это крем с церамидами это тоже что-то что нам необходимо для восстановления защитного барьера нашей кожи иногда когда он нарушен от этого появляются и высыпание и шелушение и покраснение поэтому о защитном барьере не забываем особенно если живем в жестком климате слишком холодно слишком жарко слишком сильный ветер или когда мы используем какие-то более агрессивные ингредиенты в нашем уходе это даже легкие кислоты это даже витамин c и так далее по списку крем хороший один из таких базовых универсальных и конечно же как все у цераве без отдушек это чудо я не стала отмывать не потому что я побоялась что она вообще рассыпется на мелкие кусочки это спонж и к туз он сначала как-то не втушевывал все жидкие кремовые текстуры в лицо он был розовым со значком инстаграма типа лимитка какая-то или какая-то новинка и что произошло я начала его мыть он как-то стал мягче и потом все-таки соизволил поработать все хорошо растушевывал но он начал вот отваливаться мелкими кусочками как крошиться не знаю впервые такое сейчас есть более бюджетные спонжик это ибра или на худой конец бьюти-блендер это всегда без проигрышный вариант а тут что слишком быстро слишком непонятно с заморочками еще и за такую цену нет баттер для тела эволайн и линейка экстра софт с ос интенсивно регенерирующий крем экстренная помощь для очень сухой кожи глубокое увлажнение регенерации и восстановления согласно девочки я хочу вам сказать что у них есть еще и в такой же красной упаковке крем для рук и крем для ног вот такая вещь если вечно сухие руки а это я у меня вообще все тело как сухарь и если хочется что-то с помпой то есть бальзам он тоже очень хорошо напитывает кожу восстанавливает ее ну прям присмотритесь если не к баттеру для тела то так как я сказала для рук и для ног мне все идеально подошло а это сыворотка на которую я готова молиться к сожалению мои мольбы обходятся мне довольно дорого иногда skin suticles мне присылают что-то на пробу но это то на что мне не жалко денег потому что я вижу большую разницу если я не использую и снова включаю ее в свой уход она как будто балансирует мою кожу если вот я начинаю использовать во время активных воспалений то гораздо быстрее все заживает новые не появляются и пост акне тоже быстро осветляются и тон кожи становится более однородным плюс это антиоксидантная защита антивозрастная для кожи и еще он она такая деликатная она не вызывает у меня раздражений бывают средства с аскорбиновой кислотой после которых моя кожа вообще бунтует у меня еще больше прыщей какое там осветление девочки потом уже занимаешься лечением всех этих высыпаний здесь нет такого момента и мне кажется что вот просто нужно подобрать какой-то специализированный уход из гаммы skin suticles и попасть в свое средство которое будет решать сразу несколько проблем и не будет нагнетать что-то другое да потому что иногда лечишь прыщи тут бац высушила кожу снова полезли прыщи уже не из-за того что там какие-то бактерии и так далее из-за того что ты нарушил защитный барьер короче это какая-то бесконечная гонка поэтому если я нахожу что-то что работает так как я сказала я готова молиться и сейчас вот закончу снимать это видео и пойду искать эту сыворотку в польше к сожалению skin suticles не везде представлен в основном я ищу онлайн иногда еще даже попадаются какие-то промо коды поэтому можно чуть-чуть сэкономить но это та сыворотка ради которой я готова отказаться от многих других мелких удовольствий и потратиться на нее увлажняющая гидрогелевая маска от польского бренда фармацерис то есть это одноразовая масочка и она предназначена для чувствительной кожи отлично если где-то встретите то можно брать а это мой любимый мис для лица даже как это не совсем эссенция просто что-то увлажняющее я скажу вам честно что я уже заказала себе точно такую же это skin suticles линейка fitocorrected это средство наносится облачком в минимальном количестве на лицо и такая форма безупречно подходит для чувствительной кожи потому что каждый раз когда вы прикасаетесь к лицу оно сразу краснеет это если чувствительная да но и плюс это гигиенично это для всех актуально и если у вас например жирная кожа или комбинированная и вы каждое средство ощущаете на себе иногда мы перебарщиваем выливаем слишком много на руки а здесь у нас все очень дозированно ты наносишь чуть-чуть но при этом это работает то есть это эссенция которая и увлажняет и успокаивает я даже должна признаться что я очень часто пропускаю после этой эссенции сыворотки особенно днем я наношу этот мист после умывания и дальше только крем потому что по сути у меня эссенция которая закрывается закрывается разу несколько задач и отвыкла снимать видео что такое заговариваясь так часто после такой большой паузы длительное приходится возвращаться в строй и вот эта эссенция это настоящая находка и стекло все как-то так эстетично этим приятно пользоваться но главное что это не просто красиво это еще и действенно крем для лица от бренда холилэнд на этой косметике работает косметолог которому я доверяю свое лицо и мне хотелось купить какой-то питательный крем вот этот даже покажу вам поближе да но оставлю в описании все названия если вдруг что-то не рассмотрели потому что не все баночки выглядят так что их не стыдно показать вот так вот в макросъемке этот крем отлично подходил именно на холодное время года потому что они впитываются под ноль как я люблю говорить плюс он подходил мне для массажа то есть иногда я использую такой крем для гуаша или для ручного массажа лица иногда выбираю масло в зависимости от того что у меня есть конечно расход крема получается больше потому что ты добавляешь добавляешь плюс на шею на область декольте но да мне он очень нравился если вы ищете универсальный питательный крем то это он закончила остатки сыворотки от исти лаудер и дванс найт рупе покупала ее в прошлом году и раньше лет семь тому назад я делала свой первый подход к ней и совершенно не поняла действия но дело в том что с возрастом меняемся мы и потребности нашей кожи и моя кожа стала более чувствительной раньше я пользовалась только увлажняющим кремом были прыщи я не знала что с этим делать сейчас мне приходится включать и салициловую кислоту и другие какие-то щадящие кислоты и ретинол и кожа нуждается в восстановлении не только насилуем ее но и даем ей время на регенерацию поэтому вот такие сыворотки если у вас и так все хорошо действительно они ничего не сделают сейчас я люблю чередовать например раз вечером нанести ретинол на следующий день я использую что-то для восстановления как утром так и вечером и то же самое с кислотами и сейчас я вижу что наношу эту сыворотку она легенькая она увлажняющая после нее не всегда даже все запечатываю кремом и утром просыпаюсь кожа мягкая спокойно нет никаких покраснений и шелушений и так далее и если например я вижу что лицо более сухое чем обычно я могу ее нанести еще и в качестве базы под макияж наконец-то добила можно сказать гель для умывания от пирита он сильно злил меня тем что он вытекал бесконечно отсюда эта крышка я не закрывалась до сих пор такая упаковка в принципе это неплохое средство подойдет для чувствительной кожи согласно сцентеллой с экстрактом грейпфрута написано что увлажняет нет абсолютно и здесь нейтральный уровень ph для нашей кожи 5 и 5 если сравнивать с цараве могу вам абсолютно честно сказать что цараве более бережно как-то очищают кожу я не могу поругать эту пенку вот что прямо на как-то сильно не пенку а гель что она как-то стягивает кожу но по ощущениям мое лицо мне нравится больше после цараве поэтому попробовала чисто ради интереса это неплохо но есть некоторые нюансы до которые меня сижу сейчас с остатками этого геля потому что он еще остался на крышке меня просто знаете выводили из себя приходишь у тебя вся раковина в этом геле это неприятно и у него конечно минимальный расход ну честно мне проще поехать в ближайшую аптеку и купить цараве еще и радоваться больше результатами тому насколько у меня мягкая кожа не стянутая не пересохшая поэтому вот так мист для лица от польского бренда сарая с коноплей с алоэ и с зеленым чаем ничего себе 99 процентов натурального происхождения у меня никогда ничего не было от бренда сарая я купила под влиянием блогеров и знаете я схватила его с полки думаю ну сарая это ж типа недорого попробуем если будет классно то покажу и вам и и потом я что-то рассматривала чек думаю что я так много заплатила в росмане смотрю а я за него отдала 10 евро на эти деньги думаю ничего себе бюджетно можно купить маг фикс плюс и у тебя будет вот такая бадья за 80 зотых или сколько он там стоит ну короче за такую вот пиндюрку я отдала 10 евро это очень много 50 миллилитров можно брать с собой можно раскрутить и вообще наливать сюда что-то другое нормальный мист но вот как-то знаете очень дорого я аж удивилась или можно взять большую банку коллагена там будет такое же распыление как здесь может другой не может а точно другой состав но тем не менее дорого неплохо польские блогеры меня не обманули но тем не менее это не бюджетно ссори закончилась целая пачка уже не стала хранить всю упаковку но их там было несколько штук это паровые маски по моему от мегритм заказывала на и хербе это приятная масочка у меня без отдушек которую надеваешь мне нравится перед сном или когда очень сильно болит голова прям знаете аж до тошноты и сильно давит в области глаз по ощущениям это кошмар надеваешь это помогает лучше расслабиться как-то и лучше заснуть просыпаюсь потом эта маска валяется где-то там на кровати но это приятный мягкий пар который не жжет тебе глаза а именно оказывает расслабляющие действия и в конце два средства от виши шампунь против перхоти и зуда вы очень часто о нем спрашиваете несмотря на то что я рассказываю о нем каждый месяц буквально это шампунь который спас мою кожу головы девочки наверное если я решусь я покажу что у меня было на коже головы это все на фоне стресса на фоне аллергии и тогда у меня была аллергическая реакция на руках и на коже головы и начала опускаться сюда чуть-чуть на лоб даже и за ушами это то чего даже врагу не пожелаешь я не знала куда бежать чем спасаться я попала к дерматологу и она назначила мне этот шампунь сначала я им пользовалась постоянно у меня для нормальной жирной кожи попробуйте если вас беспокоит то же самое кстати у меня это не было прям сиборея в чистом проявлении у меня в основном такое происходило из-за того что жутко все чесалось сначала были красные пятна которые я расчесывала и которые не проходили и тогда вот начинала все сочиться но в общем я вам серьезно говорю что если у меня хватит смелости я поделюсь я сама недавно нашла эти фотографии мне стала аж не по себе страшно вспомнить это было два года тому назад и с тех пор я всегда храню этот шампунь у себя потому что я ну раз в неделю стараюсь им мыть голову или раз две недели или тогда когда я чувствую первое проявление что появился какой-то зуд не перхоть у меня перхоти нет и на это то что работает именно с кожей головы надеюсь я смогу поделиться с вами тем как это выглядело потому что я знаю что я не одна я хочу чтобы мой канал был полезен вам в первую очередь и не просто поболтать блеска для губ конечно лучше отправиться дерматологу и решить свою проблему и у каждого корень этой проблемы может быть разным но так как мне ставили и какой-то экзотический грибок когда узнали что я тогда много путешествовала была в разных аэропортах я не была в экзотических странах но я попадала в руки очень странных дерматологов я слезла с таблеток наверное прошлое весной я попробовала перестать их принимать начала использовать какие-то бальзамы для тела не типа ли пикар от ларош пазе для того чтобы убрать сухость но чтобы не вызывать дополнительных раздражений чтобы убрать вот этот зуд я отказалась от мази типа протопик и так далее с этими по-польски это стериды сироидной мази или как они там по-русски называются в общем я перешла на какую-то косметику именно для решения проблемы и для поддержания нормального состояния кожи и этот шампунь наносим держим две минуты и потом смываем и сейчас я использую его в качестве такой профилактики раз какое-то время но тем не менее он до сих пор есть мои косметички мне вообще очень подходит вся линейка деркоз сейчас у меня другие хлопоты потому что после к вида начали сыпаться волосы это какой-то нескончаемый процесс препятствий также мне идеально подходит линейка с витаминами как шампунь так и кондиционер но кондиционер я покупаю чаще его хватает на максимально долго он густой он разглаживает волосы они блестящие послушные и даже меньше электризуются меньше так пушатся как-то я вообще верна линейке деркоз пожалуй тонны что я трачу и трачусь чаще всего покупаю в аптеках или заказываю онлайн на этом мы с вами будем прощаться не забывайте поставить пальчик вверх я вас крепко целую и обнимаю и мы с вами встречаемся совсем скоро пока пока